Копа-миду, копа-миду, у них авика нету. Понять, что они говорят, могут только фанаты. В ДК города встретились четыре мощнейших сибирских команды по киберспорту. Только в этот раз финал турнира Алтайкап перерос в настоящий киберфестиваль с косплеем, игровыми зонами, конкурсами и подарками. Так расширять присутствие цифрового спорта на Алтай решил депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, главный организатор турнира. Все началось три года назад в моем родном городе, Бийске, Алтайского края. Небольшая площадка, география участников турнира была Алтайский край и Республика Алтай. Зрителей набиралось не более 50 человек. Сегодня мы во Дворце культуры, нашей краевой столицы города Барнаула. И сегодня в этом зале не хватает мест для всех желающих. И эмоции, как в настоящем спорте, и данные нужны, как ни странно, физические. Очень важна скорость реакции. Министр цифрового развития края признался, что тоже порой садится за компьютерные игры, но предлагает разделять понятия. Ведь профессиональный киберспорт – это для края важный элемент цифровой экономики, а для игроков работа. Это не простое времяпрепровождение. На текущий момент это развитие тех самых soft skills, когда необходимо уметь работать в команде, общаться, выявлять лидеров, взаимодействовать друг с другом и, конечно же, интеллектуально развиваться. А для того, чтобы развиваться в киберспорте, нужно тратить много усилий. И сами игроки уверяют – и тренировки изматывают, и травмы случаются. Как я всегда говорю, для детей, кто начинает играть, дети должны понимать, что это работа. И эта работа еще может быть похлеще, чем что-то делать на заводе, еще где-то. Потому что это, во-первых, сидячая работа, а во-вторых, ты много времени на это тратишь. И личной жизни у тебя нет в это время. Масштаб фестиваля привлек многих гостей, но здесь самый ожидаемый Роман Дворянкин. Он генеральный менеджер команды «Виртус Про», которых по уровню игры можно назвать «Барселоной» в мире киберспорта. Да, привлечь такого зрителя было важно, ведь если Роман заметил игрока, то карьера точно обеспечена. Мы в прошлом году на парламентских слушаниях Государственной Думы познакомились с Александром Сергеевичем Прокопьевым. Он рассказал про турнир, который он здесь делает при поддержке своего фонда. Я подумал, что всегда здорово и интересно увидеть, как развивается киберспорт в таком достаточно удаленном от Москвы регионе. Очень впечатлен тем, что здесь происходит. Аншлаг как в фойе, так и в зале. Очень позитивные, интересные эмоции. Приметил ли Роман кого-нибудь из сибирских игроков? Напрямую не сказал, но дал понять, что потенциал у региона есть. Принято считать, что киберспорт – это что-то новое. На самом деле ему достаточно много лет. Это сформировавшиеся отрасли, это огромная индустрия, это глобальное социальное явление. И это не только игрок, и тренер, это еще и множество смежных профессий. Друзья, ну у нас есть победители! Громкие, громкие аплодисменты! Участники турнира разделили призовой фонд в 150 тысяч рублей. Две победившие команды получили по 50 тысяч на коллектив, а организаторы отметили – турнир «Алтай Кап» будет становиться только масштабнее. Видимо, дальше стадионы. Андрей Дрейер, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком. День с толком.